Музыка Пошел Че происходит? Че случилось? Мы проиграли Квалификации на Интернешнл Самое важное в году И добавить в него Больше нечего Но если детально То в первый день Когда мы победили Вегу Вообще там без шансов В самую первую игру Мы почувствовали, что Ёптель-моптель Мы же оказывается круто играем Реально Но потом оказалось, что Просто Вега плохо играют Вот И во второй игре с Гамбит Уже Немножечко такой Не самый удачный драфт у нас получился Да и там Личное исполнение Оставляло желать лучшего В некоторых важных моментах И поэтому Проиграли эту игру А потом Получается выиграли АФК-20 Команду Санейка И После вот этой игры Уже непосредственно У нас Некоторые люди Начали уже плыть Откровенно говоря Волноваться Переживать И Тяжело было с этим справиться С этим волнением Скорее всего для них С Напряжением Которое было На этих квалификациях Вот Соответственно Следующие игры Пошли просто Как под копирку Ну а с ДД На самом деле У нас Были шансы на победу Там был Плохой кол От меня Так как я этим занимаюсь На Рошана Мы не успели его добить Там Айбека Забашит Рошан Под конец Он его не убил Не забрал Эйкес Но это было рисково На самом деле Неоправданный мув Который не нужно было делать Из-за этого Отдали мы Все преимущества врагам Стали в роли Догоняющих играть Перевернули В игру По итогу Могли победить Но В важных драках Очень плохо нажимали кнопки Плохо позиционировали себя Не как команда Которая заслуживает Пройти на интернешнл Луч точно Вот И поэтому Тоже из-за этого Проиграли эту игру И лишили себя Всех шансов На то чтобы пройти дальше То есть Можно сказать Что проиграли Сами себе В целом Или все-таки Сильнее все играли Да нет Но мне кажется Каждая команда Может по итогу сказать Типа проиграли Сами себе Потому что Прежде всего Ну я не думаю Что Мы там проседаем Как-то по скилу Или что-то в этом роде Мы просто Не справились Где-то С волнением Где-то Промахнулись В подготовке Где-то Промахнулись С пиками Где-то Промахнулись С перемещениями То есть Тут Это сейчас Наверное С подготовкой Да Я так понимаю Тяжело сказать То есть Тяжело сказать До турнира Вот допустим Что кто-то Вот не справится С напряжением И будет там Волноваться Вот на квалификациях Такое тяжело сказать То есть Потому что На третьей тренировке Ну это играет Наверное роль Мне кажется Вот Играешь ли ты В официальные матчи До турниров много Если ты играешь Их много Если у тебя это наигруется То в принципе Даже с квалификацией На интернешнл Ты справиться можешь Главное Это чтобы у человека Не было в голове Что Когда вот Ты играешь эти квадры Что это самое важное Квадры в году А к ним Нужно относиться Просто К очередным квалификациям И гораздо проще будет После того Как Ключевые команды Ну не ключевые команды Скажем так Известные организации Повылетали С интернешнл Вега Нави А там Их руководство Стало во всем Винить самих себя Что вот это Там Сео Нави Сказал что Он виноват В поражении Сео Веги Сказал что Нет То он виноват В поражении Там Родило это Многое Такую реакцию Неоднозначную И вот Один из игроков Нави Написал что Виноваты Всегда игроки Что нет смысла Винить Там руководство Или что-то Или кого-то другого Ты как считаешь Ну на самом деле В этом есть Польшая доля правды Потому что В целом То проигрывают игроки Да там Могут какие-то быть Факторы извне Которые там Мешают Или где-то Или где-то Все идет Не как планируется Там В плане организационном Я имею ввиду Но Каждый игрок Он если профессионал Он может играть Почти в любых условиях То есть Ну там Приемлемых Имеется ввиду И никакие факторы Извне Не должны влиять На то Чтобы вот Понижать его уровень Игру Он должен приходить Делать свое дело И делать его хорошо Потому что он игрок Который позиционируется Как профессиональный игрок Вот Но так же Допустим Команда Нельзя кого-то Винить лично Потому что Если допустим Какой-то игрок Не справляется С давлением И волнуется Если Допустим Команда Не может сделать так Чтобы У этого человека Появилась уверенность Или пропало волнение Значит Команда тоже Косвенно виновата Потому что Она не может Дать ему зону комфорта Которой бы он находился Которой бы он хорошо играл Даже на таких квалификациях Мне кажется так А из всех остальных Команда Которые вообще участвовали Ты вот В ком видишь Реально силу Команд Которые способны Не только Выйти Но они еще И бой дадут Тир-один Команда Вот ты Ощутил какую-то силу В ком-то Или все Более-менее равны Были просто Где-то фортануло Где-то там Не фортануло Мне кажется Что Флайт омун Больше всего шансов Чтобы пройти Они Просто Очень хорошо Мне кажется Построено Именно Командное Взаимодействие В плане Того Что есть Люди Которые мотивированы Играть Люди Есть с опытом Все Есть тренер Который Сильно Помогает Команде Есть Лидер В команде И все Это Совокупность Факторов Которые Помогают Им играть Мне кажется Так Даже Там Ни обиды Никому Не являясь Супер-тирой Краками Тебя не смущает Что Очень много Игроков Которые Принимали Участие В Team Empire С этим Недавнем Прошлом Они Все В плейер Смущает Как же Но не все Но смущает Саша Никс Сайлен Что-то там Еще Кажется Есть Я что-то Так Уже Подзапутался Слишком Много Игроков Уходило Ренат Ренат Да Ничего Тебя Не гложет Нет Или Это Все-таки Не стоит Даже Думать Об этом То есть Просто Там Возможно У них Больше Подходит Команда Если честно Я не особо Об этом Задумываюсь И не думаю Что Там Наша Вина Что-то В этом Вроде Я просто говорю Потому что Это популярный Очень комментарий В интернете Вот там Это вы убрали Он в плей-офф Это вы убрали Он в плей-офф Это вы убрали Он в плей-офф И У них ли проблема Там была Знаешь Что-то Все Любят Подпрашивать Это логично Выглядит Ну посмотрим Что будет В следующем году Сейчас Если честно Тяжело сказать Потому что Мне кажется Что Где-то Поменяется Подход Я надеюсь На это В кое-каких Моментах И Возможно Будет Лучше Возможно нет Сейчас тяжело сказать Потому что Прошел всего Даже дня не прошло После того Как мы проиграли И Дальше будет видно Но то что Какие-то кардинальные изменения Будут Это 100% За кого будешь болеть? На квалах И на интернешн Я понимаю Что тяжело за кого-то болеть Когда ты не пошел Пал на интернешн Ну так просто Посматривать Поддерживать За дабл дименшн Подтапливать было немного А так Не знаю Если честно Ну мне кажется В Flight to Moon Все таки пройдут Там Нормально Отношусь ко всем игрокам Тоже хорошая команда Вполне Которая заслуживает На то чтобы пройти На интернешнл А на самом моменте Тут тяжело сказать На самом деле В зависимости от того Кто пройдет За оптик Наверное будут точно болеть Если они пройдут А чем тебя привлекает оптик? Ну там все Такомые игроки Скажем так С которыми Хороших отношениях Нахожусь Там и За И Тридцать третий За кун Все они хорошо играют И Достаточно хорошо Трудятся И Стараются Действительно Там ППД Выстроил хорошую команду Даже когда В самом начале У них Не шло И они проигрывали Некоторые финалы На некоторых турнирах Вот На будущее смотришь Как? Какими мыслями? Ну На самом деле Хоть этот год Выдался Вообще неудачным Ну Не супер неудачным Но в основном В основной Своей массе Достаточно неудачным В плане Результатов команды И Какого-то Моего личного Прогресса Как игрока Я расцениваю Это только Как хороший опыт И Много каких-то вещей Я за это время Понял И Увидел Как Нужно Какие-то моменты Делать Как что-то Нужно Какие-то конфликты Решать Какие-то Справляться С какими-то проблемами Это То есть Не только Как хороший опыт А дальше Будет видно Пока Ни о чем не думаю Пока тяжело сказать Что, все? Да Идем Ну что ты так душишь меня Не такой я уже Возрастной игрок Игорь Ну я не знаю Да пойдем уже Игорян Хватит с меня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому